Сегодня весь день я работала здесь, на своей прекрасной горе Изменений очень много, везде я делаю такие дорожки Я максимально здесь буду мульчировать Выровняли, вот тут вот все Грунт идет с камнями, очень такой нехороший грунт Покажу вам главную причину моего расстройства Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники Все те, кто интересуется загородной жизнью С вами нетипичный фермер Анна Акинина И сегодня весь день я работала здесь, на своей прекрасной горе На самом деле изменений очень много, но визуально как будто бы ничего не изменилось И у меня впервые, наверное, появилась такая пессимистическая нотка Что я не справлюсь и у меня не получится Очень сильно ограничены сроки На все про все у меня в буквальном смысле есть две недели Чтобы все вскопать, сделать террасы и самое главное посадить Я не могу это делегировать, потому что растений очень много По местам их расстанавливать могу только я А как их расстановить? То есть я не могу нарисовать схему и план Мы действуем вот прям в буквальном смысле слова по ступенькам И, короче, сегодня весь день работали, и я прям приуныла Ну, пойдемте с хорошего, что сделали? Ну, во-первых, стало очень сильно светло Потому что у березы мы обрезали нижние ветки Которые в буквальном смысле вот так вот нависали и закрывали все Давали тут очень большую тень И здесь уже растут многолетние растения Я их сегодня рыхлила хорошенечко, удобряла У меня тут пионы, ирисы, спиреи Уже решила, пусть тут растут, они нормально себя тут чувствуют Между ними небольшое расстояние тоже подойдет для однолетних растений Но сегодня мы делали самую такую глобальную работу Вот такая конструкция здесь была Она, наверное, когда-то удерживала вот этот голубой дом Что это? Сложно сказать Что-то металлическое, вкопанное в землю Подбитая досками, и вот насыпана земля Сразу скажу Здесь будет бетон, обязательно будет Бетонные будут залиты ступеньки Но это будет, когда здесь будет делаться ландшафтный дизайн Чтобы земля вниз не опускалась Сейчас то, что я реализую, проект временный И он должен быть красивым И я это сделаю вообще любой ценой Буду ночами тут сажать Но вот есть вещи, от которых пока я избавиться не могу Например, вот эта конструкция Да и смысл от нее избавляться Землю держит Просто натяну сетку Посажу что-то вьющееся Или сразу посажу какие-то очень высокие растения Например, георгины У меня есть там георгины Метр двадцать, девяносто сантиметров Они все это дело закроют Выровняли вот тут вот все Вот этой подпорки не было Ребята сегодня делали сами И вот она первая ступень Она действительно в реализации самая сложная Чтобы удержать вот этот грунт Потому что верхний грунт Он по-любому будет осыпаться Если ничего не сделать А дальше постараемся без вот таких опор Просто террасками делать И между всеми клумбами, грядками Вот я считаю, что это а-ля клумба или грядка Не знаю, назовите как хотите Должен быть подход Это дорожка То есть каждый отсек будет отсекаться дорожкой Чтобы можно было проехать с тележкой Потому что сорняки будут расти Потому что поливать нужно будет Потому что обрезать нужно будет Поэтому делаем все для удобной работы Также в эту зону будет подведен капельный полив И что я для себя решила Конечно, я максимально здесь буду мульчировать Буду мульчировать щепой Буду мульчировать скошенной травой Буду мульчировать укровным материалом Я постараюсь не оставлять тут голой земли Чтобы опять-таки в дальнейшем Максимально не подходить сюда Пусть затягивают все тут однолетние растения И растут Воображаемая дорожка Будет она утрамбовываться Сразу утрамбуем Отсыпем песком И постелим укровной материал Черный, как я люблю Везде я делаю такие дорожки Чтобы ездить легко можно было с тележкой Какие сложности? Ну, помойка Я вам про нее много раз рассказывала Вот смотрите Только вот сверху достали какие-то банки Жестянки Какие-то клеенки Ну, короче, чего только нет Матрасы, например, металлические Короче, вся гора похожа на помойку Ну, заодно и все очистим Дальше Грунт идет с камнями Вы можете это видеть Очень такой нехороший грунт Но будем работать с тем, что есть По поводу мульчи Конечно, кору лиственницы здесь не укупишь Я не знаю, ее привозить целой машиной Это выйдет очень дорого Я приняла решение делать щепу здесь самостоятельно Какие плюсы этой щепы? То, что она бесплатная И то, что она будет укрывать землю Соответственно, полива будет меньше И, конечно, она смотрится ничуть не хуже обычной коры Она такая же декоративная Вот тут у меня щепа Она свежая Еще с листиками Но листья быстро перепреют Это, кстати, тоже будет классным удобрением Это вот береза, которую обрезали И вот этой щепой я буду засыпать растения Чтобы и влага держалась И сорняков не росло И вот, смотрите, еще какая куча Пойдемте покажу вам главную причину моего расстройства Почему я расстраиваюсь? Потому что рассады очень много Растений очень много А время остается все меньше и меньше Я же не буду до конца лета сажать однолетние растения Поэтому пойдемте смотреть У меня теплица занята вообще под завязку Короче, вот так выглядит моя теплица Растения настоящие герои Они пережили тут заморозки Вот еще стоят у меня обогреватели Это огромное количество рассады Я ее высаживала специально позже И многие растения тут еще малыши И по-хорошему их высадить сразу в грунт На второй полке здесь у меня овощные культуры И две новых теплицы, которые тоже еще не поставили на свое место Это тоже все нужно высадить Посмотрите, какие хорошенькие перчики Сейчас обрываю коронные цветки Смотрите, какие крепенькие Все перцы от нетипичного фермера А растения в основном на тестирование Что-то новое есть и наши Вот колеусы, цини наши от нетипичного фермера И устома наши В общем, друзья, работы столько, что я вот прям впервые стала переживать Справлюсь я или нет Чтобы вы понимали масштаб Вот одна теплица Вот вторая теплица Они стоят еще не на местах Дети там балуются, бегают Зона с очагом Здесь тоже еще не наполнены грядки Наполняемые Я вам обязательно запишу ролик, как правильно это делать Чтобы вся вот эта вот Скошенная трава Веточки, палочки Компост Много кто, что запихивает в свои высокие грядки Это должно обязательно разложиться И превратиться в питание для растения Чтобы это получилось Я вам запишу отдельный ролик, чем нужно обработать Мои подписчики очень любят ролики с тобой Может быть, ты передашь им привет? Всем привет! На канале Вика и Мама Мама, ну пожалуйста Ну что? Ну можно, пожалуйста Босиком бегать по песку еще рано Холодно, ты в куртке, в шапке Нет, нельзя? Я иногда завидую своему ребенку Какое у него чудесное детство Дома няня, бабушка Она носится тут с соседом То в земле, то в песке Я спокойно себе работаю Снимаю весь день, работаю на горе И давайте еще покажу Сколько у меня многолетних растений Потому что однолетки Это еще часть беды Вот здесь будут расти шикарные пионы Низкорослые Вся вот эта зона будет засажена пионами Я на тест очень много заказала Гладиолусов, георгинов, лилий Что-то будет в контейнерном озеленении А что-то будет в этой зоне А что-то на горе Пойдемте покажу Там тоже огромное количество коробок Дорогие дачники Я очень много снимаю роликов Для вас на ютубе Но я хочу, чтобы вы подписались Еще и в мой телеграм-канал Именно там я выкладываю Все свежие актуальные новости Там я делюсь Своими мыслями Это настоящий личный дневник Анны Акининой Я пишу там и о своих переживаниях И о своей личной жизни И, конечно, я пишу О своих растениях, питомцах О том, что болит О том, что хочется говорить Поэтому подпишитесь обязательно На мой телеграм-канал Анна Акинина Либо в поиске наберете Нетипичный фермер Я вас жду Очень рада всегда новым подписчикам Там у нас настоящее комьюнити Где мы с радостью общаемся И все обсуждаем И вот попутно показываю вам грядки Ребята собрали Пять грядочек Три для одной теплицы Две для другой В одной перце будут В другой огурцы А в третьей, в которой большой мы были с вами Там будут расти томаты Делаю, как обычно, деревянные Но обратите внимание В теплице я высокие не делаю Не вижу смысла Высокие у меня только в открытом грунте Там достаточно Вот у меня одна доска 20 сантиметров высотой И тоже буду набивать плодородным грунтом И обычно я смешиваю С каким-то разрыхлителем Песок, перлит, вермикулит Для того, чтобы почва была рыхлой И воздухопроницаемой Когда моя помощница увидела Количество ящиков и растений Она подумала, что это на продажу Но нет Это все для нетипичного фермера Вот корневища Луковицы Растения В общем, вот такие ящики Это просто там и флоксы И лилии Лилейники Гладиолусы Георгины Огромное количество Я просто не представляю Как мы будем сажать Смотрите, сколько их Друзья, и вот смотрите Сколько еще работ в огороде Тюльпаны отцвели Где-то еще не обрезала Коробочки семенные Все это нужно будет выкапывать Потому что огород, конечно, у меня не для тюльпанов Он для красивых, вкусных овощей И совсем скоро тоже вместе с вами высадим Но есть тюльпаны, которые немножечко запоздали И радуют меня своим цветением Я надеюсь, этот ролик был для вас полезным И интересным Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны Потому что впереди я все-таки добью эту гору Любой ценой, чего бы мне это ни стоило Она будет цветущей и красивой А с вами был Нетипичный фермер Увидимся в следующих видео